Привет! Сегодня мы будем рассуждать на тему, что будет, если твоей девушкой будет шизоидка. Будет очень интересно, будет очень интересно, потому что, как правило, если ты любишь глубоких личностей, это вот история про глубокую личность. Она обязательно будет рисовать, она обязательно будет там какие-нибудь, может быть, играть на гитаре, то есть у нее как-то деятельность будет связана, как правило, с искусством. Это может быть мейкап, это может быть фотография, то есть она врежа, она может быть, конечно, и каким-нибудь бухгалтером. Но это, как правило, все-таки творческие натуры. Из плюсов. Мне из своих отношений с шизоидками очень импонирует, как они обставляли те квартиры, которые я снимал по студенчеству, там комнаты какие-то, это всегда такой очень интересный уют, неописуемый, то есть это, ну, нечто такое близкое к искусству даже. Хотя, как им это удается, имея в распоряжении плед и каких-то там пару старых каких-то лампочек, разукрашенных краской и так далее, свечей, ну, вообще непонятно. Ну, очень круто они умеют обставлять интерьер. И даже с учетом того, что они неаккуратные, большая часть, хотя есть уже именно вот у девочек шизоидок, в примеси некоторой эпилептойности еще чего-то может сохраняться, все-таки относительный порядок в доме с ними. Но, тем не менее, тем не менее, как бы вот, ну, есть риск, что будет и грязненько. Вот. Из плюсов какие еще? Некоторые могут быть очень раскрепощены в постели, но с определенными особенностями. Если хочешь узнать, какими у меня есть видео про секс с шизоидкой, значит, какие еще очень важные моменты, личное пространство, она будет немножечко отдаляться. Если вы еще не начали жить вместе, она может пропадать. Это не значит, что она тебе изменяет. Это значит о том, что она реально находится одна, ей там нужно почитать какие-то свои стихи, или о чем-то подумать, или прессовать, что-то как-то углубиться в себя. Она может играть и в компьютерные игры. Ну, соответственно, она, как и в случае, когда я описываю шизоида во всех своих видео, понимаете, это не зависит от гендера. Поэтому здесь все можно наложить и на девочку. Надо просто ей дать больше воли, больше свободного пространства, если вы хотите ее, конечно, удержать. Если вы ее будете пилить, прессовать, что было в моей жизни по молодости, она от вас убежит. Как бы она вас не любила, ей будет дискомфортно, она от вас убежит. Поэтому старайтесь нейтрально очень относиться к шизоидке. Все ее задвиги и странности, старайтесь, ну тут один выход, терпеть. Вам обернется этой столицей. Во-первых, шизоидке нужно очень много времени, чтобы привыкнуть к вам. Когда она к вам привыкнет? Во-первых, ну, все-таки это, конечно, возможно даже не один год, но тем не менее, ну, достаточно укрепит отношения, ей будет с вами комфортно. Насколько шизоиду может быть вообще комфортно с людьми? Вы тоже притрётесь, привыкнетесь ко всем этим задвигам. И будет вам счастье в этом плане. Но подумайте, пока будете с ней знакомиться, готовы ли вы терпеть все эти задвиги. Они могут быть достаточно разные. Они йогой занимаются, с достаточно глубоким погружением. Это может быть погружение в какую-то религию и так далее. Поэтому смотрите и думайте много раз, готовы ли вы на серьёзные отношения с такой девочкой. Ну, переспать вы можете с ней как и на первом свидании, так и на 20-м, 30-м. Всё очень индивидуально. Она погружена в свой внутренний мир. И, в общем, подумайте, хотите ли вы становиться частью этого сложного мира, который логике и аналитике не всегда поддаётся. С вами был Кравцев Сергей, Medical Fitness. Спасибо, что слушали меня. Напишите мне в комментариях, были ли у вас девушки-шизокки и что вы думаете об этих отношениях.